Сегодня один из самых важных дней в жизни девяти одиннадцатиклассников и их родителей. Последний звонок. В республике он прозвенел почти в 180 школах. Наши корреспонденты побывали в нескольких учебных заведениях и готовы поделиться впечатлениями. Национальная гимназия республики славится тем, что практически все ее выпускники поступают в вузы. Это и неудивительно. Здесь собраны лучшие педагогические кадры. Ученики всегда в числе призеров на предметных олимпиадах. А еще, как выразился глава Хакасии, это кузница национальных кадров. Виктор Зимин сегодня был в числе тех, кто поздравлял выпускников и говорил им напутственные слова. Среди родителей много известных в Хакасии людей. Музыканты, врачи, офицеры силовых структур, руководители предприятий, педагоги и работники науки. Все они надеются на жизненный успех своих детей. И выпускники давно выбрали свои будущие профессии. Конечно, выбрала еще самого класса целенаправленную на юриспродвенцию по маминам стопаума. Буду очень скучать по школе, думаю, по одноклассникам, учителям. Поступать хочу я в Новосибирск, в НГТУ на программиста. И вот финал торжественной линейки. Последний звонок. Он в руках у самой юной ученицы Азарии Албычаковой. Это обязательный элемент линеек во всех школах. И эксклюзив национальной гимназии. Фото с главой республики на память. И разговор по душам. Будем встречаться в Москве, в Питере, в Абакане. Правда. Любой сигнал, если вам слышите. Звонитесь на директора, на министра. Ко мне в приемную. И уже через пять дней у выпускников начинается самая горячая пора. Единые госэкзамены. Выпускники Абаканской гимназии в родные стены пришли задолго до начала линейки. Чтобы отрепетировать торжественные речи, просто пообщаться. И продефилировать по школьным коридорам в белых бантах и на крахмалиных фарточках. Как в этом нарядке ощущаете? Ой, мне очень нравится. Нравится? Очень нравится, да. Вы в школе в таком ходили когда-то за эти ощущения? Нет, в школе никогда в таком не ходили. Просто в обычном платье, фарточек. Это что-то такое очень новое и зато очень красивое. Есть ощущение того, что сегодня действительно, ну, можно сказать, финальный день в школе. Скажем так, в это верится, но этого не чувствуется. Я долго этот день ждала. И вот, наконец-то, он настал. Вроде бы и грустно, и должно быть радостно то, что мы вступаем во взрослую жизнь. И в то же время грустно, потому что прощаешься со своими друзьями, с учителями. Праздник последнего звонка остается в памяти каждого на многие годы. Поэтому школы стремятся сделать его незабываемым. В стенах гимназии сегодня звучали песни под гитару, стихи. Многие, кстати, собственного сочинения самих ребят. Любимым педагогам выпускники дарили цветы, родителям школьный вальс. Завершился этот красивый танец уже под слезы. Слезы радости и грусти. Девчонки их не скрывали, украдкой поправляли макияж. Юноши же стойко держались. Вероятно, пока просто не осознавали всей значимости этого дня. Чувств никаких тасовок по этому поводу и нету. Ну, просто обычный этап жизненный. Придем там дальше в институт, так же там девчонки плакать будут. В финале праздника выпускники городских школ выпустили в небо воздушные шары, как символы уходящего детства и начала новой взрослой жизни.